что произошло почему так много пропустили как это смотрелось но я говорю на горячую уже хочется сейчас сделать каких-то выводов понятное дело что мы все разберем вот и из этого нужно будет сделать правильный правильный вывод и правильный анализ чем им собственно говоря завтра займемся какая сейчас была в раздевалке обстановка потому что все идут подавлены никто не хочет там не останавливаться не разговаривать ничего но это объяснимо потому что болезненное поражение мы сегодня потерпели вот и конечно это сказывается настроение и на все можно ли сказать что вот те разговоры которые начались после двух побед сейчас которые были у спартака что все спартак в чемпионате что спартак нашел себя вернулся и так далее что вот самара немножечко все эти разговоры так как сказать подзаглушил но это разговоры опять они всегда будут вокруг спартака прекрасно об этом тоже знаете поэтому на это обращать внимание на разговоры да извне не совсем наверное не совсем надо на них так так их воспринимать потому что нужно понимать тот факт что сезон еще прошло только но вот на сегодняшний момент например только 10 лет вот поэтому бывают хорошие отрезки бывают болезни и поражения так скажем но самое главное будет всегда делать правильный вывод георгий вас не удивило замены к витси промисса нашли церкнуть как и лидер команды это ключевые болезни что он может решить его эпизод и его снимают при счете 0-2 еще как вы отриграли это не я сделал замену где вы дано поэтому у нас вы удивились в футболе все бывает на вас ждет то что к витси заменили тоже одно такое бывает на важный отчет по игре ну смотрите опять же нужно признавать то что соперник был сильнее на сегодняшний день когда ты проигрываешь 4 0 на выезде то наверное будет глупо что-то говорить другое вот учитывая что я смотрел игру со стороны и в в принципе моментов было меньше так скажем у спартака смысл чем укрыли ну да александр соблющик получил четвертую желтую карточку к сожалению важнейшая дерби стескалом пропустил это насколько вообще серьезная потеря это потеря для нас да это потеря что такой форвард не будет играть в дерби мы видели что мы видели что вы ему периодически в прошлых матчах подбегали там в паузы какие то что-то подсказывали перед собственно этой игрой был разговор что Саша ни в коем случае даже не думал у нас есть так скажем административный штаб который напоминает нам когда у ребят три карточки там когда да и все такое и конечно же сегодня Саша знал об этом что у него три желтой карточки ну мы реакцию увидели после этого ну я честно не смотрел там повтор или было не было вот поэтому ну тоже комментировать это особо так как считаете если ну вот сейчас уже многие болельщики понятно сильно переживают после поражения крупного но многие выражают уверенность что вот после теперь после такого Спартак точно соберется в дерби и соперника обыграет сможет ли Спартак отмазаться в дерби вот если даже победит или после такого крупного поражения тяжеловато будет это сделать в дерби вы имеете ввиду с Динамо? нет с ССК в чемпионате в кубке уже Спартак вышел с первого места из группы я могу сказать так что мы готовимся к следующей игре а следующая игра у нас с Динамо поэтому но она не решает абсолютно ничего ну может для вас не решает может вы не придете на эту игру я планирую там быть и для меня решает Георгий про ваше игровое время хотят спросить сейчас в чемпионате играете другая тема которую я не хотел бы обсуждать сегодня здесь после игры но возможно в будущем будет хорошее интервью где будут все ответы которые вас так скажем интересуют а почему не хотите говорить это? потому что это не хочу в такой обстановке обсуждать этот момент хорошо тогда про ваш контракт сегодня Олег Малышев сказал что не ведутся переговоры совершенно верно почему тебя это не удивляет? потому что у меня еще контракт есть но коллега намекает на то что вы уже зимой можете вести переговоры в соответствии с регламентами и это выглядит на мой взгляд достаточно страшно когда клуб не ведет переговоры с капитаном команды ну вопрос какой вас это не удивляет? нет почему? потому что я совершенно спокойно к этому отношусь и делаю свою работу профессионально все что от меня требуется это может выглядеть так это может выглядеть так как будто клуб может быть и не хочет даже сопротивляться потому что обычно когда остается меньше года принято продевать хотя бы начать вести переговоры а их вообще нет Георгий мы правильно понимаем что причина того что вы не играете а не исключительно спортивных или есть какие-то иные причины потому что ситуация на мой взгляд выглядит достаточно странно команда выпускает 4 мяча капитан команды сидит на скамейке и после этого ни у одного из игроков который сегодня выходил на поле не находится слов для того чтобы пояснить приходит человек капитан команды который не играл совершенно верно и пока я капитан команды я буду выполнять то что от меня зависит и то что от меня требуется как вы видите причины того почему вы не играете это спортивные причины Георгий это спортивные причины что происходит хотите меня как-то пробить сейчас Георгий мы проделали жесточайший путь до Самары это не просто потому что мы поднялись в 4 утра мы хотим это ключевой вопрос мы приехали в том числе да я не жалуюсь но мы приехали прежде всего для того чтобы узнать ответ на этот животрепещущий вопрос который волнует всю страну конечно хорошо тогда я отвечу вам на ваш вопрос да чтобы вы больше в 4 утра не успевали мы продолжим это делать будем рваться когда вы проснетесь в следующий раз в обед где-то позвонили мне сразу если так надо что касается этой темы моего контакта моего игрового времени и прочего прочего вы можете все вместе собраться и обсудить эту тему где вы будете задавать эти вопросы но сегодня после игры и после такого болезненного поражения я не хочу консенсировать вы выглядите вы выглядите человеком не пробиваем вы выглядите человеком не пробиваем неужели вас эта ситуация не беспокоит она меня беспокоит обнял и хорошего пути у меня есть поводы для беспокойства в будущей победе на динамо вы от видите что мы успели а